В День ВДВ подарки детям В этом году парни нашего района, которые в разное время служили в воздушно-десантных войсках, впервые провели благотворительную акцию. Они собрали средства и приобрели игрушки, сладкие подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья из реабилитационного центра в поселке Черноморском. Акция была запущена за несколько недель до празднования Дня ВДВ. Никита Бердников – инициатор акции «Киноуклич» в социальных сетях. В итоге идею поддержали порядка 25 человек. Я отслужил в 242-м учебном центре ВДВ, в 226-м полку 4-го ПДР. Сегодня с ребятами и братцами-десантниками в 88-му годовщину со дня основания воздушно-десантных войск собрались вместе, скинулись и пойдем разделим наш праздник, нашу радость с детьми. Мы подарим им игрушки, вкусняшки, в общем, и тем самым покажем пример всем остальным, что надо не только радоваться, но и делиться радостью со всеми, кто в этом нуждается, больше всего в первую очередь. Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. На территории СССР эти войска были задействованы во всех вооруженных конфликтах. Хотелось бы поздравить всех братьев-десантников с этим праздником, пожелать десантного здоровья, чистого неба над головой и жизнь без проблем, насколько это возможно. ВДВ – это крылатая пехота, голубые береты, какими только эпитетами не награждали десантников, но во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу никто, кроме нас. На этой неделе прошла очередная выездная приемная администрации Северского района. На этот раз задать вопросы районным специалистам, управлений, ведомств и служб пришли жители станицы Азовской. Выездная приемная привлекла внимание ряда станичников, поступило 17 обращений. Вопросы и проблемы касались неудовлетворительного электро- и водоснабжения. Работа очистных сооружений. Был задан вопрос о строительстве детской площадки. Поднялась проблема и обрезки деревьев вдоль линии электропередач. Задали жители вопросы о ремонте участки дороги краевого значения, о выдаче земельных участков многодетным семьям и о безнадзорном содержании крупного рогатого скота. Как уже показала практика, выездные приемные не раз помогали жителям района решить острые вопросы оперативно, без промедления, не покидая своего населенного пункта. Сюда обращалась я по земельным вопросам. Все мне доступно, понятно. Объяснили, помогли. Такие встречи очень нужны. Поднимают настроение людям, дают жизнь. Бодрость и здоровье даже помогает. И никуда не надо ходить, ездить, волноваться. Все решили на месте. Подводя итоги, первый заместитель главы района Марина Наумейко отметила, что часть проблем невозможно сразу решить на месте, так как они требуют финансовых затрат. Но вместе с тем есть ряд вопросов, которые необходимо отработать поселением. И глава Алексей Подобный их уже взял на вооружение к исполнению. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Орленко с рабочей поездкой посетил поселок Черноморский, где провел личный прием граждан. На встречу вопросы касались благоустройства поселения, переселения из аварийного жилья и ремонта Дома культуры. Построен в 52-м году и уже давно требует восстановительных работ. В первую очередь здание необходимо заменить кровлю. Сергей Юрьевич лично осмотрел здание. Работа по капитальному ремонту здания, возможно, станут благодаря краевой программе. В конце встречи депутат подвел итоги. Мы вместе с моим коллегой, депутатом КНЖ, Андреем Александровичем, предусмотрели в депутатском фонде средства, которые будут направлены именно на благоустройство территории, в первую очередь, озеленение, строительство татуаров и, конечно же, ремонт Дома культуры. Все обращения граждан были поставлены на контроль для их последующего решения. Через 9 лет могут исчезнуть бумажные трудовые книжки. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты Российской Федерации Любовь Ельцова. Электронные трудовые книжки планируется вводить постепенно. Для работодателей сохраняется обязанность введения и хранения книжек до 1 января 2027 года. После этой даты работодатель не ведет бумажную трудовую книжку и освобождается от ответственности за ее хранение. Минтруд рассчитывает внести законопроект об электронных трудовых книжках в феврале 2019 года, который может вступить в силу с 1 января 2020 года. Предполагается, что каждый работодатель будет передавать данные о работниках в пенсионный фонд в режиме онлайн. Также в Министерстве труда отметили, что при постепенном внедрении электронной трудовой книжки работодатели смогут снизить издержки на приобретение, введение и хранение бумажных трудовых книжек. Так, например, в 2020 году выгода от того, что не нужно приобретать данный документ, может составить 700 миллионов рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова